Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске продолжает расти госдолг Татарстана. Сельское хозяйство республики закредитовано на 80 миллиардов рублей. Особая эконом-зона Алабуга – самая успешная в Европе. Государственный долг Татарстана за последний квартал увеличился почти на 6%. На июле он составил около 96,5 миллиардов рублей. В апреле же госдолг республики исчислялся в 91 миллиард. Рост таким образом составил более 5 миллиардов рублей. Это 5,8%. Следует из отчета регионального Минфина. При этом Татарстан пошел на новые заимствования у федерального центра. Если в апреле общая сумма бюджетных кредитов составляла около 81 миллиарда рублей, то сейчас она 86 миллиардов. Сельхозпредприятия Татарстана закредитованы на 80 миллиардов рублей. По данным республиканского Минсельхозпрода, серьезные долги накопились у региона и перед Росагролизингом. Это около 8 миллиардов рублей. При этом уже три года работает татарстанская программа льготного субсидирования и покупки отечественной техники. Ее реализация позволяет на 40% удешевить стоимость приобретаемой сельхозтехники и оборудования. Ежегодно выделяется около 2 миллиардов рублей на реализацию программы, которая проходит под девизом «Технической модернизации сельского хозяйства Татарстана». Уже согласовано продолжение этого проекта и на 2017 год. А в нынешнем году закуплено 105 зерноуборочных комбайнов. Всего же Татарстана обеспечен техникой в размере 154 лошадиной силы на 100 гектаров. При этом изношенность парка составляет уже 60%. Объясняя высокую закредитованность, чиновники отмечают нехватку федеральных ресурсов. По кредитованности, ну высокая у нас кредитованность, высокая, в порядке 80 миллиардов у нас кредитов привлеченных. Кроме переработки, коротких кредитов предприятий переработки, мы все другие кредиты субсидируем, удешевляем проценты обслуживания. Единственная проблема этого года, нехватка ресурсов, особенно федеральных, на субсидирование оборотных кредитов предприятий переработки. Это имеется в виду сахарные заводы, мукомольные предприятия, комбикормовые заводы, молочные комбинаты, мясоперерабатывающие предприятия. По ним у нас определенный разрыв присутствует в части субсидирования кредитов. Самая крупная и эффективная особая эконом-зона России – Алабуга. Она подвела итоги десятилетней работы. Кроме того, что ее признали лучшей особой экономической зоной Европы для крупных проектов, 66% выручки всех особых эконом-зон страны приходится именно на Алабугу. Сегодня в особой эконом-зоне зарегистрированы 48 компаний-резидентов, действуют также 22 завода и создано 5520 рабочих мест. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры Алабуги за 10 лет составил более 25 миллиардов рублей. При этом к 2023 году власти республики планируют с нынешних 48 довести количество резидентов до 120 и освоить 360 миллиардов рублей инвестиций. Чтобы рост российской экономики был не менее 4-5%, без вот таких точек роста обеспечить будет сложно. Это однозначно мое мнение. Примером является особая экономическая зона Алабуга. И, конечно же, я считаю, что совершенно неправильно, когда количество зон в стране стало уже 30 с лишним. Надо было 5-6 зон сделать, довести их до логического завершения, чтобы идеология и задачи были реализованы. А дальше двигаться уже... Сегодня мы по 5 копеек в каждую зону вложили и хотим получить какой-то эффект. К сожалению, это не получается. Один из самых крупнейших промышленных центров Москвы. И нам, конечно, не безинтересно, как развивается одна из самых успешных зон. Мы лучше других понимаем, насколько сложно создать с ноля современное производство. Одно. А как сложно создать целый пул современных производств со всего мира. Причем уровень этого производства, действительно, мировой. И я, конечно, от всей души поздравляю, что, на горячих вас, действительно, победа – это подвиг людей, которые за достаточно короткое относительное время создали, по сути дела, промышленный город. Казань вошла в десятку городов России по качеству транспортной системы. Эксперты портала Домофон Тру опросили 310 тысяч россиян, которым предложили оценить городские дороги, ситуацию с парковками и время, которое они тратят на дорогу до работы. В итоге Казань расположилась на 10-м месте и получила 6,3 балла, когда средняя оценка по стране составила 5,6 балла. Разрыв между первым и последним местом в рейтинге составил более 2,5 баллов. Лидером списка стала Тюмень, заработавшая 7 баллов. На втором месте расположился Грозный, жители которого довольны ситуацией с качеством дорог почти на 7 баллов. В тройку набрав 6,7 балла вошел и Ангарск. Это были новости экономики. До встречи.